Всем добрый день, меня зовут Шабранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и сегодняшнее видео посвящено щипковому массажу. Массаж по методике Жаке всем хорошо известен, им очень часто завершаются салонные процедуры чистки для того, чтобы сузить поры и избежать воспалений. Сегодня мы с вами сделаем его в домашних условиях. Для этого вам понадобится зеркало, тальк или косметическая массажная пудра и удобный столик, на который вы можете облокотиться. Прежде всего нужно хорошо очистить кожу, также обработать руки или одеть перчатки. Массаж выполняется по тальку или по любой массажной пудре, если они у вас есть. Обычный тальк вполне подойдет. Движений у этого массажа не так много, но они очень интенсивные. Массаж проводится по массажным линиям, которые нужно четко соблюдать. И давайте приступим к массажу. Поставим зеркало на удобный столик, на который вы можете хорошо облокотиться. Лучше всегда делать массаж перед зеркалом, чтобы четко соблюдать массажные линии. Пудру можно нанести в специальную емкость и распределить ее при помощи ватного диска на лицо. А можно нанести сразу на руки, в две ладони и первым разглаживающим движением распределить по лицу. Начинаем массаж с первых движений, которые называются разглаживанием. Начинаем от подбородка к нижней части, ухо к мочке. Мягкие поглаживающие движения. Дальше от угла губ к козелку. Также мягкие заглаживающие движения. Следующее движение от крыльев носа к уху. И распределяем тальк по лбу. Все движения выполняем по каждой линии четыре раза. Движения на лбу можно делать либо от начала бровей, поднимаясь к волосистой части головы, либо от середины лба к вискам. Следующее движение это щипки. Для того, чтобы сделать правильный захват, мы складываем два пальчика, указательный и большой. Хорошо закрепляем кожу. И также по массажным линиям делаем четыре щипка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все эти движения мы повторяем по четыре раза. Следующее движение, такое же щипковое, называется улитка. Его мы начнем делать от подбородка, поднимаясь вверх к уху, делая петлю и останавливаясь у начала челюсти. Всего восемь щипков. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дальше мы переходим к носу. Косметологи обычно это делают при помощи двух больших пальцев. Самому так делать неудобно. Поэтому делаем из указательного и большого пальца прищепочку и делаем четыре щипка в области носа. Дальше мы переходим к движениям на лбу. Можно делать щипки, как я уже сказала, от линии бровей лосистой части головы, а можно от середины лба к вискам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все движения выполняются по четыре раза. Следующее движение – щипки с вибрацией. Для этого нужно хорошо упереться о ваш столик, чтобы вибрация получилась полноценной. Точно так же при помощи двух пальчиков указательного и большого делаем захват и вибрирующие движения. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее движение – улитка. Ее точно так же мы делаем с вибрацией. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Все движения так же повторяем четыре раза, кроме улитки. На носу движения с вибрацией не делаются. Поэтому мы повторим обычные щипки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В области лба мы так же не будем делать вибрацию. И просто сделаем обычные щипки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Завершить массаж мы можем точно так же заглаживающими движениями, чтобы успокоить кожу. Раз, два, три, четыре. На этом массаж можно завершить. После массажа можно сделать дарсонвализацию или положить маску суживающей поры. Хочу напомнить, что любое воздействие на кожу имеет свои противопоказания. Массаж по жаке не рекомендуется делать при любых воспалительных процессах, повышенной температуре или повреждениях кожи. Время процедуры занимает 15 минут. Если ваша кожа чувствительная, то время можно сократить до 50 минут. На сегодня у нас все. Делайте массаж, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok